Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия это таблица символов, то есть таблица, в которой отображаются идентификаторы, используемые в программах, то есть переменные, функции, типы данных и так далее на структуры из LLVM. Ну то есть переменные отражаются в LLVM в виде типов данных, типы данных отражаются также в виде других типов данных унаследованных и в типы данных LLVM. Ну то есть вот эти вот I64, I32, I1 и тому подобные вещи. Значит для этого вначале мы должны сюда добавить список исходников, например, symbols.cpp. Файл, в котором мы будем держать наши символы, и вот зависимость, что symbols.cpp зависит от symbols.h, заголовочный файл. Создаем новый symbols.h. И так далее. Комментарии не забываем ставить. Здесь создадим базовый класс, символ. Он будет пустой. Ну на самом деле там сейчас один добавим сюда. Во-первых, конструктор. А, забыл еще сделать namespace. Добавляем public symbol. Все, он у нас пустой. Конструктор. Ничего не делает. Еще памлик. Заделаем virtual void print on. Все, пережитки с молотока. С print on будет stream const. Вот тут мы ничего не делаем, потому что символ сам себя не умеет печатать. Пока. Потом придумаем что-нибудь. Там, скорее всего, надо будет распечатывать класс. Это все для отладки нужно только. Так, теперь создаем symbols.cpp. Здесь include symbols h Ну вот для начала. Сейчас пробуем скомпилировать. что-то и наши символы добавились. Ну и дополнительные ошибки. Stream. Ну, исправим, естественно. О, stream забыл. Компилируем. Ну вот ошибки исправил. Надо было сюда std добавить. Все заработало. Так, теперь нам понадобится еще два оператора. Для того, чтобы использовать print on в более удобном виде. Stream. Ну вот, один, значит, нам нужен для вывода наших символов выходной поток OS. Так, для статических вариантов символов Android, для динамических. Все, теперь нам просто нужно один print on переназначать. Соответствующим образом будет печататься информация о символе. Ну вот, для начала нам нужно создать тип данных. Значит, типа данных, как правило, скажем, тип данных integer есть имя, да? Имя есть также у переменных. Стало быть, должен быть какой-то вариант символа. Значит, вот под классом символ понимается нечто общее между типами данных, переменными, функциями и тому подобное. вещам. Поэтому класс создадим named symbol как расширение символ паблика. Создадим также конструктор паблика. паблик. named symbol ну, будет const, что-то у нас стринг, да, у нас стринг он стринг я люблю main использовать здесь наоборот. Может быть, это неправильно. Ну и, соответственно, нужно создать стринг include string include string я, что раз повторяю, я не любитель программировать C++, а так как LLVM жестко интегрирован в C++, нет, есть там и питоновские варианты, но мне хочется именно компилятор как компилятор реализовать. Поэтому у меня все-таки медленно идет. Ну ладно, продолжаем. Ну вот, ошибки исправлены, надо было запустить унаследованный конструктор, расставить все пространства имен. Я не хочу использовать using namespace std, потому что там потом можно будет разруливать одни и те же структуры LLVM и Symbol будут у нас совпадать по именам, это не очень удобно. Теперь естественно класс тип, это у нас named Symbol тоже public у него будет public конструктор и переменная в чем, кстати, переменная у нас двух типов. Одна переменная как переменная, другая переменная, которая возвращает значение из функции. Но это потом. переменная и переменная тут еще добавляется тип данных. Точнее, ссылка на тип данных. переменная от какого-то типа представляется. так, variable там из нее, наверное, можно сделать функцию const type type and type здесь named Symbol все правильно и type and type отличаться? нет, named Symbol будет тем, что по-разному печататься. так, сейчас пробуем скомпилировать. Между делом я тут поднастроил мой make-файл. Он стал более интеллектуальным. Я заработал вот эта конструкция. Заработал потому, что я наконец-то правильно сделал зависимость нашего компилируемого файла от скомпилированных .o объектных файлов. Все файлы отсюда подставляются в строку командную при помощи вот такого символа. Это тоже для меня был новый символ. Это цель target а это все, что стоит с этой стороны. Вот здесь что еще добавлено? Добавлено так скажем вычисление .d файлов. файлы это файлы которые являются частью make файла они добавляются вот сюда вот и эти файлы показывают как зависят cpp файлы от .h то есть цель изменений состоит в том чтобы компилятор перекомпилировал c++ файл если изменился его заголовочный файл автоматически и вот эти .d файлы они генерируются компилятором gcc если мы указываем вот эти вот конструкции есть соответствующий соответствующая статья stack overflow что можете потом посмотреть более внимательно ну и сейчас получается так что все очень здорово перекомпилируется при изменении можно продолжать работу дальше ну так же я там исправил ошибки symbols .h и все у нас теперь компилируется следующий момент состоит в том чтобы сделать функцию так как наш пример не содержит используемых переменных вот возвращает целые числа мы тогда правда никого внимания на него не обращали что функция call возвращает именно целые числа поэтому давайте кстати сделаем еще одну функцию например назовем его call float флот правда не помню есть флот там или нет лобероне или там w в паскале есть мы возвращаем 42 и нам надо чтобы он возвращал именно это 42 но типа уже число с плавающей запятой это собственно будет наша цель основная вот причем первое время мы будем то есть будем класс function или просто fun давайте назовем public пусть наследует переменной значение то есть будем функцию понимать как переменную если что мы потом перепрограммируем эту функцию ну и тут сейчас собственно адаптируем внутренности здесь еще конечно можно добавить переменные да перечень переменных вот но что такое перечень переменных это список идентификаторов и любые списки идентификаторов их можно понимать как пространство имен по-английски пространство имен это scope значит count scope звездочка s dm-scope и тут мы пододвинем и сделаем столбик это так сказать на будущее да const scope с звездой scope и тут правда надо еще написать это variable да это variables vars и vars ну и проинциализировать еще нужно переменные ну и соответственно scope надо реализовывать нам еще кстати понадобился бы тип данных который называется void пустой да то есть когда функция ничего не возвращающаяся не возвращающая являющаяся на самом деле процедурой то есть ключевое слово просит же да уже опероне 7 нету поэтому получается нам нужно как-то обозначить функции не возвращающие ничего мне нужно обозначить класс scope что он у нас существует я просто не помню есть ли у нас типы да наверное все таки лучше сделать тип один из вариантов типа потом тип void но это это потом да просто мы сделаем частный случай типа void все правильно тогда у нас получается да всего одна функция причем эту же функцию можно func использовать для представления типа но тогда он по идее должен наследовать type name it's то есть функция видите она одновременно представляет собой тип данных с другой стороны это переменная да в каком-то смысле назвать класс scope public то scope может ли быть имя вопрос пока этого мы не знаем поэтому наследуем от символа здесь будет маппер находиться то есть отображение точнее мы должны вот этот вот список представлять в виде списка видимо силы да список переменных то есть нам важен порядок с одной стороны с другой стороны мы должны в этом списке очень быстро находить нужные нам символы ну давайте пока ограничимся вектором может быть нам будет достаточно то есть в принципе не бывает таких слишком длинных огромных пространств имен обычно люди не пишут там по миллиону разных функций в одном модуле вот ну если что мы всегда можем допилить давайте добавим чейс snippet include array или вектор вектор и пока им ограничимся лучше мы всегда все успеем так вектор значит у нас вектор чего вектор переменных вектор функции да там могут быть внутри то есть вектор символов причем указатели на символ это все динамические переменные символы символы так ну и конструктор делаем ну тут я думаю и так понятно что делать компилируем вот скомпилировал все нормально так значит что мы дальше делаем нам нужно настраивать компилятор синтексический анализатор и наш код берем функцию так кстати забыл сказать что нам надо сначала стандартные типы данных создать это раз и получается где мы держим то есть вот компилятор запускается да и в этот момент запуска компилятор мы компилятор уже должен знать что такое интеджер поэтому у нас ну например да вот мы модуль здесь создаем вот можем здесь как раз инициализировать так называемый default scope то есть пространство имен по умолчанию то есть глобальное пространство имен давайте мы его обозначим обозначим он здесь в конце то есть extern scope удобней так как у нас все конструкции динамические да поэтому давайте его тоже динамическим делом global scope мы его не инсуализируем но путер и значит у нас будет функция тоже функция которая называется по идее можно было конечно сделать более общей вставить сюда пространство имен кстати давай так и сделаем скоп созвездой s так и она будет void у нас это будет первое что мы наконец-то будем реализовывать скоп cpp где он от скопа нам кстати нужна еще функция которая будет позволять нам добавлять туда элементы внутрь то есть нам нужно например сделать пустой инициализатор ну то есть пустой конструктор получается символ я переименал в initializeDefaultScope в initializeGlobalScope потому что мы глобальную переменную global scope инициализируем чем два разных имени для одного и того же термина сюда нужно символ с h добавить и переименовать осталось здесь и решил также не парить себе мозг не ставить вот этот параметр вставлять потому что скорее всего он только для одного и будет использоваться вот что получается компилируется потихонечку вот оно запустилось надо добавить сюда integer и flow теперь то есть нам что-то вроде такого нужно то есть s add type new integer ну даже не integer а integer type так и float type почему они разные да получается потому что в случае type нашего да его производных ну то есть это будут такие конструкции вот здесь вот можно здесь даже обозначить его сразу класс производный type производный тип свойства его переменных да там возвращаемых значений функции соответствующие оно будет меняться в зависимости в зависимости от того ну то есть от чего он произведен как мы его комментируем будем его просто помнить как он называется вот а для integer для флота мы нужны свои типы сделать можно их отдельно было бы сделать да то есть сделать некий общий тип без имени от него потом сделать поименованный тип и потом производные типы но я решил тоже сильно не париться тем что нам придется парочку лишних строк хранить поэтому здесь мы пишем default global types класс integer type это у нас тип public integer type здесь имя нам не нужно так поэтому type integer вот ну собственно пока на этом все хотя тут понятно у нас будут всякие виртуальные функции ну то же самое с float . любимая моя ошибка так создали наши типы и теперь вот так делают наши конструкции return да return значит вот мы на нее как можем посмотреть что это некоторое выражение и потом мы его преобразуем к типу integer первый вариант если вдруг в этом выражении у нас стоит что-то вроде такого да то ну то есть на самом деле число с плавающей запятой в качестве константы то мы можем например написать что преобразование типа float вычисленного по ну по виду этого целого числа не целого этого числа да просто мы не можем осуществить винтеджер здесь же вариант в принципе вполне возможно ну это кстати самый простой вариант второй вариант мы можем при интерпретации вот этой строки да 42.0 уже подразумевать какому типу мы ее пытаемся проинтерпретировать но в этом случае мы можем интерпретировать просто какие-то простые выражения то есть либо здесь какая-то переменная стоит с несоответствующим или соответствующим типом либо целое число потом первый вариант будет лучше то есть нам нужно сделать конструкцию которая генерирует вот здесь или перед тем как мы возвращаем некоторые значения преобразование его к типу там float или там integer ну к типу функций я вернул обратно чтобы программа у нас была правильная конструкция не реализовал еще add type идем значит в scoop add type ну программируем короче вообще нам не add type нужно на этот символ просто можно просто add оставить пусть у нас еще возвращает то что ему кинули символ s так мы его менять же не собираемся поэтому const const и что это у нас получается symbols так у нас pushback я на самом деле не совсем так потому что скажем так если у нас уже переменная повторяется мы не можем сделать функции два параметра с одним именем то есть надо каким-то образом это контролировать не придется нам его отдельно делать еще забыл такой маленький нюанс у нас же все символы практически имеют имена и вот чтобы их в списке символов найти мы же их по именам ищем поэтому нам нужна такая структура symbol table мы в нем находим наше имя и вот если оно там есть какие-то действия предпринимаем например запрещаем делать добавление либо разрешаем делать добавление тут еще одна проблема что тут мы любой символ запихиваем к нам да а нужно определить что некоторый символ может быть поименован да поэтому идем символ с точкой h и в символ добавляем protected virtual bool has какой-нибудь name без параметров по умолчанию терм false аналогично мы потом будем делать здесь еще добавится является ли данный символ переменной является ли данный символ типом тоже виртуальная конструкция ух ты два варианта есть неправильно true т.е. у него имя есть то можем символ символ тейбл использовать значит получается два варианта т.е. есть символы которые не поименованы мы будем идентифицировать адресом оперативной памяти и тут может быть возникнуть проблема да т.е. нам нужно всегда создавать единичные экземпляры да синглтоны так называемые либо значит он поименованный и мы можем его там добавить например в перечень надо добавить символ тейбл если у нас символ добавлен в виде вектора нам нужно реконструировать символную таблицу например make символ тейбл тейбл так и она будет у нас protected мало ли вдруг понадобится в унаследованных классах void make make символ тейбл хотя с другой стороны если это вот у нас скрытый private да твое protected нам особо не понадобится потому что только на этом уровне в основном его использование будет ну ладно оставим пока так идем в scope при построении таблицы символов будем предполагать что этот вектор символов у нас корректный то есть не будем дополнительных проверок делать так здесь все запишем что следует доверять самому себе даже так значит это придется нам сделать какой-нибудь символ хотя давайте пока обойдемся без лишней процедуры я просто хотел сделать процедуру функцию метод добавления одного символа к символной таблице пока можно здесь так ограничиться значит если s s s name которого мы не видим да еще равно s с где наш named символ был бы интересный какой-нибудь способ типа property сделать из него так ладно make symbol table сделал здесь пытаемся найти наш символ найти символ можно значит двумя способами по имени в таблице символов либо значит по его указателю если он не поименованный первым делом смотрим поименованный или нет ну и действуем дальше по плану ну вот значит если мы нашли наш символ да сообщаем ошибку что он уже зарегистрировал пока на стандартный вывод ошибок это сделаем возвращаем например nullpter то есть если вдруг это у нас равен nullpter то внутри транслятора мы можем каким-то образом это проконтролировать иначе если мы его не нашли то тогда мы его добавляем так и тогда мы должны его в таблицу тоже добавить symbols ну так таблица symbols push back так мы обычно добавляем с лево направо транслируем pushback s так теперь второй вариант рассматриваем если символа нету имени так это все шаблоны у нас осталось ну тут контролируем процесс проверяем если он у нас в векторе вот если есть то можем опять выдать сообщение что уже зарегистрировал так значит элемент не найден тогда мы делаем сообщение возвращаем отрицательный результат иначе мы его добавляем да тут опять вариант а ну да мы уже проверили что он не поименованный тогда просто добавляем кстати вот эту штуку можно сделать вот сюда поставить а тогда тут else нам не нужен исправим ошибки ну вот и тут исправил ошибки любимую установку логической операции с точностью то наоборот ставил тут значит добавил разъяснение по такому принципу то есть либо есть такое имя либо есть такой объект дальше реализовал print он стрим не полностью надо бы его сделать вот так 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 сейчас тоже самое делаю для типов данных и для переменных тоже можно сразу сделать вот смотрю на оператор return statement который формирует у нас эту конструкцию и на функцию float нужно принять решение о том то будем преобразовывать повышенный результат к числу с плавающей запятой вот то место где возвращается целое число точнее генерируется код для возврата целого числа неправильно это представление константы целого числа а это константа значит числа с плавающей запятой определяется тот или иной вариант структуры идентификации структуры числа которые мы в текст вставляем вот то есть нужно создать такой виртуальный метод метод который преобразую будет преобразовывать к типу данных некоторое значение к типу данных значение может быть либо константа либо результат выражения вот в принципе тип выражения тоже можно вычислить это делается в функциональных языках типа хаскин например и там тоже принимать решения уже ну там при присвоении или при выполнении оператора ретюрн в каком конкретно типе это все будет реализовываться но мы пока работаем с константами то есть нам нужно в return statement определить по возможности чем является вот это ие.вал то есть если это константа типа совпадающего с типом возвращаемого значения то тогда мы просто возвращаем если нет то применяем какое-нибудь правило приведения типа типа ну и мы реализуем одно правило применения это приведение это приведение константы целого числа к числу с плавающей запятой значит для этого есть набор констант в llvm подержимся надо посмотреть соответствующую документацию вот у нас vario посмотрим может у нее есть виртуальные методы позволяющие классифицировать константы там переменные еще переменные тут да взятие некоторого значения в переменной тут уже есть headName вот есть getType type с звездой то есть описание типа уже хорошо то есть мы его берем еще бы узнать является ли она константой или не является это значение но вот сходу я не нашел надо посмотреть теперь c++ как позволяет ли определять нам типы данных ну наверняка это можно его нашел то есть можно взять тип его смотреть является ли он там целым числом например вот из integer ты конст еще раз у нас есть выражение так мы запрашиваем какого типа это выражение если тип выражения совпадает с типом возвращаемого значения функции мы ничего не делаем если не совпадает то пытаемся преобразовать к типу возвращаемого значения функции сначала зафиксировать тип возвращаемого значения функции вот у нас тип возвращаемого значения integer он сканируется у нас вот в этом месте то есть колидент колидент конструкция следующего вида то есть идентификатор точка идентификатор то есть мы можем его преобразовать например либо в строку либо в массивные двух строк либо в пару наверное пару будет удобней то есть если старшая часть пары у нас no putter то мы скажем игнорируем и ищем наш идентификатор в текущем пространстве имен если же у нас левая часть пары есть тогда мы сначала должны найти соответствующий соответствующее пространство имен соответствующий первому идентификатору уже в нем искать нужный нам идентификатор так что вполне подходит здесь пара посчитал документацию там было написано что глупо использовать null можно использовать пустую строку например вот первый член пары и второй сейчас распечатаем посмотрим какие значения по умолчанию здесь получается сейчас компилируется посмотрим что он там пишет ну вот видно пустая строка получается то есть в принципе можно такой способ брать себе значит здесь мы предполагаем что эти куалы нам хранить в виде символов не придется то есть мы их сразу будем разыменовывать из контекста так еще один момент я тут еще забыл то что у нас пространство имен связаны друг с другом то есть вот здесь вот когда мы скоб создаем у нас должен быть какой-то предыдущий скоб либо ну мы можем конечно отдельно не создавать тут конструкцию сделать просто public метод какой-нибудь set set parent скоб могу написать конст скоб со звездой m parent ну и тут просто сделать что parent а да мы только проинициализировать это не сможем не сможем скоб parent ну ну паттер интересно здесь можно использовать так здесь мы присылаем parent сейчас будем бороться с констами ну вот скомпилировалось теперь теперь значит нужно нам сделать поиск нужного нам символа в этой иерархии пространство имен так вопрос возникает с какого мы должны пространство имен начать поиск для этого мы создаем current скоб и очевидно мы его можем проинициализировать в init global тем же самым значением что и s с когда у нас новый скоб создается в пространстве имен мы по идее можем очень просто использовать current скоб в качестве родительского я думаю сразу же тогда исправим потому что мы только что запрограммировали вот но нам придется перенести вот эту штуку вот сюда вот extern scope current scope то есть даже const можно поставить его здесь вот добавить parent current scope добавить parent current scope тогда скомментируем попробуем скомпилировать забыл выделить пространство для хранения current scope так ну скомпилировалось так в выбироне мы всегда делаем модули да поэтому мы текущее пространство имен можем с модулем ассоциировать так что здесь все нормально вот значит другим местом где у нас возникает новое пространство имен является функция так ну пока процедурный тип не трогаем вот proceed heading где у нас определяется сама функция это вот здесь то есть у нас есть заголовок потом идет тело значит заголовок он сам по себе является пространство имен ну параметры да но мы для него специально сделали отдельную конструкцию вот frostg body на самом деле она значит может содержать в себе создание новых переменных ну вот как вот здесь то есть вот эти переменные они находятся в пространстве имен процедуры то есть это вот это место но само тело оно еще может использовать переменные которые декларированные заголовки функции то есть можно в принципе предположить что пространство имен тела является подпространством имен параметров функции так что в принципе все в порядке то есть нам нужно вот здесь вот процеджа healing то есть как только мы получили ключевое слово да мы в принципе уже можем пространство имен создавать но вот этот pd он находится еще в пространстве имен предыдущим то есть пространстве имен модуля поэтому я предлагаю собственно пространство имен параметров создавать уже в этом месте оно может быть и пустым если у нас параметров нет вообще еще вопрос зачем нам два пространства имен значит для параметров и для переменных в принципе мы можем идти новыми переменными здесь затенять те переменные которые были здесь оформлены по смыслу конечно это ошибка такого быть не должно но с другой стороны можно сделать чтобы оно было ну я предлагаю это сделать так чтобы нам нельзя было здесь создавать переменные которые есть уже здесь в крайнем случае всегда можно быстро доделать вот поэтому пространство имен мы создаем вот в этом месте и будем создавать его одно на все тело функций вот и мы его сразу же делаем текущим так по завершении нашей процедуры это не здесь это вот здесь вот так до id нам нужно вернуть обратно текущий вот этот вот пространство имен то есть current scope происходит current scope parent ну вот мы его вернули сейчас пробуем запустить что повышится чтобы последнюю операцию выполнить нам нужно чтобы он был видимый и еще ему нельзя быть константным я его тут поменял и буду там соответственно настраивать чтобы все скомпилировалось ну вот работает но правда у нас есть ошибка сегментирования теперь это скорее всего из-за этого всего потому что в current scope наверно надо было parent null паттером сделать точнее ошибка это вот здесь то есть в этом случае да надо переместить то есть мы маленько правили получается синтексис нашего транслятора и у нас получилось два варианта может декларации процедур с параметрами когда есть открывающая скобка и соответствующие параметры здесь мы этот скоб создали и во втором случае когда его нету вот мы его тут должны создать тоже вот здесь это ошибка сегментирования возникла из-за того что рассматривал все равно тот случай где мы не создавали новый новый новое пространство имен ну вот теперь все работает для того чтобы в return смог найти тип возвращаемого значения нам нужно каким-то образом добраться до функций так как у нас идентификатор функции будет храниться в предыдущем пространстве имен так то как мы его найдем да но мы можем его зафиксировать глобальной переменной ну саму функцию сам символ функции мы создадим еще глобальную переменную вот здесь вот extern func current current func так здесь мы ничего не можем у нас устанавливать так идем опять global scope инициализатор current func присваиваем null putter так и вот в return первым делом нужно сравнить что current func у нас не является null putter так и вот как real func равно null putter так идем в return вообще ведь return у нас синтаксисом просматривается вот хотя если у нас есть statement и return statement этот statement у нас внутри блока используется блока модуля return тоже допустим ну да тут надо не обязательно проверить если наличие текущей функции и мы это можем делать в отдельном блоке вот таким вот образом даже не здесь а вот здесь то есть просто current func не равен null putter только при этом условии у нас имеет какой-то смысл вообще вот и тут нам нужно vm type влёточка и и и так далее и чтобы тип определить возвращаемого значения нам нужно эту систему связки типов компиляторов с типами значений а значения определяем sorry 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 get type если ничего не забыл сейчас посмотрим и выточним вот из integer ты это уже запрашиваем типа а сам get type это надо чтобы вы смотреть вот там get type то есть value get type она возвращается указательный тип ну вот точка запятой вот теперь нам нужно вот сюда вот вставить выражение то есть новый lvl vm value звездочка f равно значит у нас здесь будет тип возвращаемого значения рт называется да тоже скорее всего будет указатель рт и привести то есть convert from а ну тут значение да получается convert from ty ty все ну и надо его реализовать естественно значит это будет у нас виртуальный метод lvl value созвездой convert from lvl vm value так ну так как мы его здесь используем так по умолчанию это что получается мы просто его возвращаем как есть мы ничего с ним не делаем тогда нужно добавить все include вот эти вот в заголовочный файл вот integer type public и и и и так далее однако там неправильно сделал нет y а прямо там значение поместил то есть то есть у нас она должна эта система convert from надстроить выражение функции преобразования к новому типу а тип выражения мы уже посмотрим там ну вот если тип выражения у нас совпадает с синтеджером тогда возвращаем возвращаем как есть выражение ничего с ним не делаем иначе ну возвращаем например ну да ну и там кстати он будет проверить ну и можно еще сообщение написать в принципе тут можно потом вычислить тип можно попробовать написать на экране даже много ну что-то вроде такого забыл сделать виртуальный convert from в базовом типе тип в общем у типа не оказалось простого способа можно узнать его имя можно взять идентификатор но его тогда нужно определенным образом печатать так нам осталось еще взять тип возвращаемого значения ну и соответственно его еще как бы реализовать вот запись этого возвращаемого значения вот из глобальной функции из глобального указателя на текущую функцию мы берем ее возвращаемый тип тип возвращаемого значения надо подправить ключом чтобы нам можно было взять это значение кронфанк точка type дальше мы его запрашиваем и преобразуем тип теперь осталось его присвоить когда создаем функцию нам нужно сообщить ей соответственно имя тип и пространство имен для помещения переменных переменных тогда мы здесь еще предварительно сделаем еще один scope scope functional scope new scope соответственно родителям будет current scope здесь мы fs должны поставить здесь тоже fs сюда у нас будут заливаться переменные и следующее имя функции имя функции у нас пид .text согласно ntlr тип тип мы еще не знаем кстати но пока тут null ptr поставим Так, и тип у нас получается TY, да, то есть в этом месте добавляется. Ну ладно, хорошо. SetTime у нас будет возвращать либо TY, если все удалось, если не удалось сделать операцию. То есть уже был какой-то тип. То есть замена типа, вообще говоря, это что-то я не представляю, как это может быть. Тогда мы возвращаем NULL, тогда мы можем SetType использовать внутри транслятора, чтобы проверять семантику программы дополнительно. Ну и добавляем мы его в переменную. Ну вот я реализовал. Теперь нужно SetType сделать у функции. Проблема в том, что она и в этом блоке будет не видна, и для этого нам нужно ее добавить в locals. так сказать. Таксифанк в звездочке F. Тогда мы ее перепрограммируем. Значит в Q попадает у нас двойка, да, помните? Первый, второй элемент наш. Первый это scope пространство имен. Какое-то глобальное, да? И второе это то, что внутри находится этого пространства. Значит если первый элемент пустой, то ищем в текущем пространстве имен, но у нас тип данных нашей функции, он находится вот в этом пространстве имен. то есть currentScope, currentScope, currentScope parent и вот здесь мы должны find, то есть мы должны найти символ findq. А тут я уже подзабыл. Вот это квал поле. Ку, квал. Тут тоже доллар надо подставить. Find у нас будет находить символы, да? Мы знаем, что в рамках данной синтаксической структуры нашим символом будет на самом деле тип. Поэтому мы можем смело преобразовать его к типу. Но осталось реализовать find. Первая часть вот этого квала, да, получается, у нас ищется в глобальном пространстве. Нам нужно эту переменную перенести, получается, вот сюда, вот в начало. То есть если первая часть не пустая, то тогда globalScope find то есть это мы получаем пространство имен, да? nameSpace globalScope find payFirst то есть в глобальном пространстве то есть у нас будут накапливаться импортированные модули. То есть там это мы должны найти. иначе иначе тут всего один оператор остается. То есть ns равно globalScope current мы уже выбрали уже find запустили к какому-то пространству. this как это реализация для двойки теперь реализуем для одной строки тут еще забыл надо scope преобразовать вообще неправильно здесь должно быть что-то вроде module там же будет имя модуля первая составляющая то что мы нашли смотри модуль создавать тоже модуль создавать m и вот у него будет какое-то пространство имен ns равно так откуда ns у нас взялся ns получается m scope это его пространство имен я сейчас доделаю потом соответственно покажу заготовку ты модуля вот еще current func забыл сделать и у нас еще второй вариант реализации без параметров надо будет доделать ну вот я резервовал поиск значит модуля да по куалу это почему-то слово модулы нам не дало сделать где-то видать накладывается пространство имен ну я его переименовал выберон модул вот его реализация здесь просто конструктор и конструктор заставляет одновременно и имя давать и пространство имя ну то есть когда модуль создаем надо обязательно эти структуры одновременно были созданы так ну и вот у нас компилировалась программа получилась ошибка сегментирования надо идти проверять нашу грамматику вот тут я тоже пошаманил вот то есть вот у нас создается повторяем да то есть если есть процедура с именем открывающей скобки когда мы создаем пространство имен создаем функцию в смысле нашего символа записываем его в current fun потом устанавливаем текущее пространство имен это отладочная информация обрабатываем параметры и идет тип данных то есть q попадает структура максимум из двух имен разделенных точками мы ищем эту структуру в пространстве имен родительском да то есть то которое было до этого момента тут по идее нам надо еще проверить чтобы вот это вот y был действительно типом данных в этом принципе вы сами можете сделать дополнительно здесь одно действие так дальше у типа данных я реализовал виртуальный метод llvm type он возвращает возвращает тип llvm соответствующий ну типа там integer еще кому-то по умолчанию возвращаем void т.е. для интеджера для интеджера еще такую конструкцию сделал для float там для флот заготовку поставлю нам еще по идее convert from что сделать здесь пока закомментирую так что там еще у нас уже творится вот устанавливаем тип для функции сделан метод setType устанавливает тип данных в конструкторе можно указывать ноутер на месте типа вот ну и так же ну да вот мы генерировали llvm ский тип теперь процедура порождения выполняется в принципе ну и здесь все то же самое только мы не создаем перечень аргументов вообще в intel r4 есть специальные конструкции которые можно запускать до начала применения правила и после то есть вот эти одинаковые части можно было объединить в одну вот и сейчас у нас ошибка возникает при трансляции мы тоже будем устранять сейчас все же в процессе выполнения программы ошибка сегментирования запустим отладчик отладочная информация у нас добавлялась так что все должно быть нормально наша задача определить в каком месте происходит сбой вот запускаем отладчик запускаем отладку спрашивать будем ли мы символы грузить из интернета да будем пусть грузит так проблема возникла в get type get type у нас для выражения ну получается значит смотрим конверт наше пространство имен переходим на фрейм 1 получается что это в у нас имеет тип ну сейчас посмотрим контекст конверт from получается так это frame 2 convert from то есть вот этот вот параметр eval у нас пустой может не воспечататься еще надо преобразовать определенный вид ну в общем идея понятна то есть eval где-то у нас да он 0 представляет 0 поиск 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 конверт from тут еще не доделать в поставь мы его преобразуем ну вот я поразбирался вылетает в этом месте я плюс b поиск 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 вот смотрите где конкретно или вот в принципе то есть первый оперант который слева находится фиксируем а правый еще у нас остается не зафиксированный поэтому их комбинация она как раз может приводить к ну то есть можно здесь например программку поменять сделать например вот так может не так а 9 поставить потому что переменная у нас тоже еще не работает а вот теперь решений нету в общем последнее что нам осталось собственно к чему мы все это делали это преобразование типа из целого числа в плавающую запятую сначала мы это обратно вернем в этом месте в этом месте нам нужно преобразовать слово туда сначала надо разобраться как генерируется код такого преобразования так вот у нас есть double и это мы должны вот сюда вставить так и теперь этот write написать и если тип у нас double по идее тут еще и float надо бы проверить тогда возвращаем в а иначе вот эту конструкцию нам нужно переписать здесь у нас должно получиться выражение да вот там value в общем надо сгенерировать конструкцию y тогда он по идее должен вернуть я предполагаю надо еще проверить вот эту вот value и мы его возвратим тут еще вот fp-cast есть интересно в чем между ними разница create cast и fp-cast ну вот create fp-cast что делает он проверяет тип целевой если текущий тип совпадает с целевым то ничего не делает кстати да вот тут уже сокращение идет можно в принципе даже вообще не проверять тип вот а иначе вот он вставляет инструкции поэтому в принципе можно пробовать его сделать да и возвращает он в value с звездой да кстати вся документация сделана было в m посмотреть исходники надо вот а здесь create cast смотрим что у нас тут create cast динамический cast create cast cast operation можно использовать да но мы fp попробуем посмотрим что он там генерирует то есть этот метод более общий получается то есть значение и в какой тип ну вот отдаем ссылку на новое выражение новое значение build тверд предыдущие значение и текущий тип тут кстати да получается что можно и более общем виде написать но однако все равно надо контролировать процесс преобразования типов потому что у нас же там будут всякие синонимы и всякие структуры создаваться поэтому тут очень важно этот все-таки контролировать опять же это говорит о том что насколько мощная LLVM у нас библиотека новой инструкции не было добавлено да поэтому надо проверять можно например тлачек запустить и остановить его на convert from вот я загрузил процесс мы проверяем ред оперон да команды брр ставится breakpoint ставится он во все места где этот convert from встречается теперь его запускаем ждем пока загрузят символы next это у нас integer да получается continue next из double te вот create fp cast llm type return ну по идее должен что-то создать тут конвертацию сделать не получается какой-то странной причине то есть у меня double возвращается но возвращается как int 64 я попробовал так скажем вместо конвертации сделать добавление к значению число единица да и у меня в результате получается возврат 64 битового числа 43 то есть в принципе система работает и llvm он одновременно еще видите оптимизирует кое-что вот сейчас еще разбираюсь все-таки попробую сделать конвертацию может быть другим способом убрал добавление единицы добавил сообщения чтобы перехватывать convert to float вот он здесь появляется но тем не менее возвращает int 64 попробую вот этот вариант через функцию signedInteger to floatPoint вот надо добавить еще один include instruction попробовать скомпилировать ну и естественно llvm дейм спейс ну что-то получилось ура 4,2 и плюс 1 в общем надо с тем вариантом createfp custom разбираться отдельно так ну и тут еще видите какой нюанс нужно нам в зависимости от того какой тип был выражение соответственно signed или unsigned то есть знаковая или безнаковая для этого нам нужно отслеживать какие там переменные участвует ну по умолчанию пусть будет sign так в общем мне лично было весело все это исследовать программировать и автоматом у нас вытекает следующая тема на лекцию это обработка выражений значит будем разбирать наш expression simple expression и другие синтексические структуры спасибо за внимание надеюсь было интересно до новых встреч до новых встреч